Канады, пожалуйста. Спасибо большое, господин председатель. Позвольте мне поприветствовать вас и поблагодарить вас за эту возможность выступить сегодня. Господин председатель Канада продолжает скорбить в связи с гибелью людей на борту рейса MH17 малайзийской авиалинии, который был сбит 17 июля прошлого года над территорией, которую контролировали пророссийские силы на востоке Украины. Важно, чтобы Совет Безопасности принял решительные меры, направленные на то, чтобы виновные в уничтожении MH17 ответили за свои действия. Мы должны направить четкий сигнал всем, что нападения на гражданские самолеты недопустимы. Канада присоединилась к другим скорбящим государствам. Мы были с автором этой резолюции Совета Безопасности ООН. Канада призывает все государства сотрудничать с тем, чтобы те, кто совершил это чудовищное преступление, ответили за свои действия. Это долг международного сообщества перед семьями и друзьями 283 пассажиров и 15 членов экипажа, которые погибли. Мы должны обеспечить полное беспристрастное расследование этого преступления и нужно сделать все, чтобы виновные предстали перед правосудием. Канада поддержала резолюцию 2166 Совета Безопасности 21 июля 2017 года, в которой Совет призвал заинтересованные государства и организации провести независимое международное расследование. Мы признательны тем, кто поддержал идентификацию жертв, возвращение и репатриацию останков, а также независимое техническое расследование. Канада также высоко оценивает работу совместной следственной группы, в которую входят представители прокуратур Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, и которая ведет уголовное расследование. Но мы понимаем также важность того, чтобы после независимого уголовного расследования последовало беспромедление судебное преследование виновных, такое же беспристрастное и объективное. И поэтому мы считали необходимым предпринять шаги сегодня по созданию международного трибунала для этой цели, потому что усилия по затруднению расследования или преследования за это преступление по защите виновных просто недопустимы. Господин председатель, Канада глубоко разочарована итогами сегодняшнего голосования в Совете безопасности ООН о создании международного уголовного трибунала для наказания тех, кто несет ответственность за уничтожение малайзийского самолета, выполнявшего рейс MH17 17 июля 2014 года над территорией, контролируемой пророссийскими силами на востоке Украины. Канада сожалеет, что из-за препятствия, которое создала Россия, семьи и друзья 283 пассажиров, 15 членов экипажа не смогут увидеть, как те, кто виновен в этом чудовищном преступлении, предстанут незамедлительно перед международным трибуналом. Спасибо за внимание, господин председатель. Я благодарю представителя Канады за это заявление.